Великая Отечественная минула более 70 лет назад, но ее отголоски по-прежнему доносятся до наших дней. Наш следующий сюжет о Долгатсе и о мужат Ахвердиева, которые нашли могилу своего отца спустя много лет. Он умер в 42-м. О том, где похоронили молодого кавалериста и маншапия Ахвердиева, никто не знал, если бы не одна случайная встреча. Все подробности этой истории в сюжете Карины Баталовой. В жизни этих уже пожилых людей не было отца. У них давно есть свои семьи, внуки и правнуки. Но мысль о папе, который ушел и не вернулся, навсегда осталась в сознании. Его забрала война. Отважный капитан-кавалерист и маншапия Ахвердиев, как настоящий горец, шел на врага с саблей в руках да на скаку. 1 ноября 1942 года замкомандира 32-го гвардейского кубанского казачьего кавполка был смертельно ранен в бою «Зайчий кулак». Мы получили адрес одной медсестры. И она пишет, я, говорит, стояла у стола, операции не как медсестра, а как боевой товарищ. Из уст его не было слышно ни одного звука стона, что он не стонал, говорит. Такой, говорит, он был мужественнее. Потом привезли, говорит, туда бурку, завернули его в бурку и увезли. А где он похоронен, говорит, я не знаю, она пишет. Так в 26 лет жена и маншапии Патимат стала вдовой. На руках трехлетний сын, под сердцем еще нерожденная дочь. Война настигла ее на землях и западной Украины. До родного Хунзаха добирались тяжело. Бомбежка, обстрелы, всюду гибель людей. Больше замуж Патимат не вышла. В ее жизни от любимого мужа остались лишь воспоминания. В 41-м ему дали месячный отпуск, но он, не дожидаясь конца, уехал на фронт. И перед уходом он сказал мне и родным. Я человек военный. Не могу же я сидеть в такой тяжелый момент испытаний для нашей Родины. Моя земля плачет под ногами врага. Я нужен там, на войне, а не здесь. На войне и прошли его последние дни. Казалось, он все еще там, лежит в земле Ставрополья, на которой погиб, защищая все, что ему дорого. Сын подрос и начал поиски захоронения. Ездил в Нефтекумск на братскую могилу и горевал, что отец похоронен так далеко от Родины. Я начал поиск отца, однополчан отца. Очень много я нашел однополчан отца. Но никто не знал, где он похоронен. В 83-м году мы сюда ездили с женой, с моим покойным двородним братом старшим на его машине. Где только мы здесь не побывали. Другие места посмотрели. И мы никак не знали, что он похоронен именно на русском кладбище. Об этом мы не знали еще тогда. Но мы не могли узнать и вернулись обратно. А узнать помогли случайность и внимательность жителя Кизляра Абдусалама Халилова. На русском кладбище своего города он невольно наткнулся на братскую могилу времен войны. На одной из плит его заинтересовала именитая фамилия – Иман Шапи, правнук Наиба Имама Шамиля, Ахпердиль Мухаммада из Хунзаха. Мужчина запомнил это и даже сфотографировал плиту. И вот спустя время уже в Махачкале на исламском форуме он заметил пожилую женщину с портретом Наиба. Я подошел к ней, я говорю, а этот Наиб Ахпердиль Магомед, кто вам будет? Она говорит, он мой прадедушка. Я говорю, вот Кизляра в братской могиле похоронен, говорю, Ахпердиль Мухаммад Шапи, он кем вам приходится? Случайно не родственник? Она говорит, это мой папа должен быть, мой отец должен быть. Радостная весть быстро облетела всех родственников. И вот уже здесь, на могиле фронтовика, около 30 потомков. Все они наслышаны о именитом предке, которого еще при жизни наградили Орденом Красной Звезды. Большое спасибо Абдусаламу, который непосредственно сказал нам, где находится, и что мы сегодня могли все вместе с ним, с его семьей посетить. Огромное спасибо им, что пришли вместе с нами, что сообщили. И вот сейчас мы очень рады, что нашли наконец-то перед нашей смертью, хотя бы, чтобы могли дуа делать для него, который он не получил всю жизнь. За упокойная молитва и немного родной хунзахской земли. Казалось бы, ничего необычного. Но за этими традиционными ритуалами стоят годы поисков, догадок и предположений. Вопрос, где же находится могила мужа, отца, деда, всегда волновала род Ахвердеевых. И вот спустя 77 лет есть место, куда можно прийти и отдать дань памяти своему славному предку, погибшему, как и подобает настоящему горцу. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Кизлярский район.